Китаянка Джен Ши снискала славу одного из самых удачливых пиратов в истории. Она командовала флотом из двух тысяч судов и имела под своим началом более 70 тысяч матросов. Для сравнения, знаменитый пират Эдвард Тич по прозвищу Черная Борода командовал четырьмя кораблями и 300 пиратами. Госпожа Цзин, как ее еще называли, работала проституткой до того, как встретиться с Дженой, самым знаменитым китайским пиратом 19 столетия. Они вступили в брак в 1801 году и отправились во Вьетнам, где в самом разгаре была гражданская война. После замужества, девушка получила новое имя Джен Исяя, жена Джена. У Джен не было своих детей, поэтому пираты похитили у рыбаков и усыновили 15-летнего Джан Бацзай, который впоследствии стал любовником сначала Джены, а после его смерти – Джен Ши. После того, как ее муж погиб во время шторма в 1807 году, Джен Ши, вдова Джена, унаследовала пиратский флот из четырех сад судов. Вскоре она вступила в брак со своим пасынком Джан Баи. Под их совместной командой пираты не только атаковали торговые суда у берегов Китая, но и заплывали далеко в устье рек, разоряя прибрежные поселения. Восхождение на вершину власти прошло для госпожи Цзин достаточно быстро. Как полагают, оппозиция все же была, и ее главари уже начали между собой борьбу за верховенство, когда на сцену выступила Цзин. С решительностью, которая всегда отличала ее, она заявила мятежникам, что в память о любимом мужа берет командование флотом на себя. Кто не согласен с этим, тот может идти куда угодно. При этом каждый, кто решит покинуть флот, получит от госпожи Цзин в свое распоряжение Джонку и четырех матросов. Их же корабли останутся в составе эскадр, потому что ослаблять могущество флота она не позволит никому. Неизвестно, пришлось ли новой повелительнице пиратов силой отстаивать свое положение, но факт остается фактом. Ее главенство было признано всеми. Считается, что ключом к успеху была железная дисциплина, царившая на ее судах. Цзин ввела строгие предписания, положившие конец традиционной пиратской вольнице. Грабеж союзных пиратам рабацких деревень и изнасилования пленных карались смертной казнью. За самовольную отлучку с судна пирата отрезали левое ухо, которое затем предъявлялось всей команде для устрашения. Новшество встретили в штыки, но госпожа Цзин не думала отступать от реформ. По ее приказу ослушникам на первый раз просто протыкали уши, а за повторное нарушение казнили. Столь действенная мера дала быстрые результаты. Эскадр было шесть, ядро флота составляла семейная эскадра Цзинов, которая несла на своих мачтах красные вымпелы. Остальные эскадры имели черный, белый, синий, желтый и зеленый опознавательные цвета, что помогало во время боев руководить операцией. Затем Цзин решила, что всякое утаивание добычи должно караться смертной казнью. И наконец, наистрожайше запрещался грабеж местного населения, который настраивал жителей враждебно к пиратам. Теперь за все, что изымалось у населения, пираты платили из собственного кармана. Конечно, и в этом случае не обошлось без недовольства и даже неповиновения, но последовательность в действиях Цзин-реформатора, а главное неотвратимость наказания за неисполнение приказа вынудили покориться даже самых злостных нарушителей и мародеров. Важность проведенных реформ подтвердилась в первом же сражении с правительственными войсками, а точнее, с правительственным флотом, которое произошло летом 1808 года. Цзинский император Цзин был настолько глубоко уязвлен подъемом пиратства, что в январе 1808 года направил против госпожи Цзин свой флот. И дама показала себя не только талантливым организатором, но и отличным флотоводцем. Выдвинув вперед малую часть своих кораблей, она с остальными укрылась в засаде за ближайшим мысом. Правительственная эскадра, решив окружить пиратский отряд, расстроила свои ряды, чего и добивалась госпожа Цзин. Она ударила из засады, спутав все планы адмиралов правительства. Однако они оказали пиратам достойное сопротивление. Бой продолжался целый день и кончился полной победой пиратов. Разумеется, Пекин не мог смириться с поражением, и адмиралу Лин Фа поручили, собрав все морские силы империи, выступить против госпожи Цзин. Лин Фа принялся выполнять приказ, но в решительный момент, когда оба флота уже сошлись для битвы, адмирал потерял всякое мужество и без боя повернул назад. Госпожа Цзин отдала команду преследовать противника, но когда пираты догнали его корабли, на море стих ветер. Паруса бессильно повисли на мачтах, и враждующие стороны, находясь в виду друг друга, лишь могли переругиваться и показывать неприятелю кулаки. Но госпожа Цзин нашла выход из положения. И выход, надо сказать, что блестящий, она посадила своих людей в лодке Сампан и отправила их на абордаж. Командиры правительственных кораблей не ожидали нападения, и пекинская эскадра была разгромлена. Реванш за это побоище пекинские правители взяли лишь через год, когда был построен Третий флот. Его новым адмиралом был назначен Цун Мансин. Когда-то он тоже пиратствовал, но потом перешел на государственную службу и проявил себя ревностным преследователем бывших своих товарищей. Первое же столкновение с Цун Мансином окончилось для госпожи Цзин печально. Ее флот потерпел жестокое поражение, и лишь преданность пиратов красной эскадры, буквально грудью заслонивших свою предводительницу, спасла ее от позорного плена. Стремясь во что бы то ни стало захватить противницу, Цун Мансин дней и ночи преследовал ее, но помощь, оказанная ей населением, вот когда сказались результаты дальновидной политики госпожи Цзин. Разрушила, все, его планы, прекрасно зная, все, мели безопасные проходы на море, все, его уединенные, безлюдные острова и островки. Прибрежные рыбаки укрывали на них госпожу Цзин до тех пор, пока власти не прекратили ее поиски. Она не забыла полученного урока и вскоре с лихвой отомстила своим победителям. Собрав остатки своего флота, госпожа Цзин объединилась с двумя никому не починенными и пиратскими флотилиями. Напала на флот Цун Мансина в то время, когда он направлялся к Устью Хуанхэ на стоянку. Цун Мансин и его ближайшие помощники собирались выехать оттуда в Пекин, чтобы получить награды за победу над пиратами. Украсить ими свою грудь Цун Мансину так и не удалось. Не помышлявший ни о чьем нападении, командующий флотом потерял всякую осторожность и жестоко поплатился за это. Аскадры госпожи Цзин внезапно напали на корабли Цун Мансина и потопили большую их часть. А всего это был третий правительственный флот, разгромленный пиратами. Новых сил, чтобы немедленно выступить против госпожи Цзин, у Пекина не было, и тогда администрация императора пошла на хитрость. Она послала предводительнице пиратов официальное приглашение прибыть в столицу Поднебесной, обещая ей звание императорского конюшева. Столичные чиновники рассчитывали, что госпожа Цзин не сможет побороть искушение стать приближенной императора и приедет в Пекин. И уж там-то они найдут способ навсегда отделаться от ненавистной женщины. Но госпожа Цзин не поверила чиновникам. Приглашение из Пекина позабавило ее. И, конечно, польстило самолюбию. Убедившись, что обманулись в своих ожиданиях, власти начали атаку на авантюристку с другой стороны. Они прислали вставку пиратов своих парламентеров. На переговоры надежды не было никакой, зато посланники императора привезли с собой драгоценные подарки для вручения их ближайшим сподвижникам госпожи Цзин. Под натыревшие в подобных делах чиновничество знало, такие подарки не оставят никого равнодушным, сделают суровых пиратов мягче и доступнее, а если вдобавок пригласить их на государственную службу, пообещать амнистию и чины, тогда раскол в пиратскую среду будет внесен без всякого сомнения. Пекин не ошибся в своих расчетах. Не успели парламентеры отбыть в Освоясе, как от флота госпожи Цзин отделилась эскадра черного флага, который командовал Анота Э. В его распоряжении имелось 160 больших и малых кораблей и 8 тысяч матросов. Их уход сильно ослабил флот пиратов, а главное, посеял раздоры среди начальников госпожи Цзин. Многие из них заявили, что готовы последовать примеру Анота Э, который стал важной персоной при Цзинском дворе, в Китае тогда правила династия Цзин. Госпожа Цзин поняла, что это конец ее господства. Люди уходили от нее, а против тех, кто упорствовал, предпринимались карательные меры. Не желавших расстаться с преступной деятельностью уловили во время облав и отправляли в Пекин. Там устраивали показательные казни, чтобы отбить у населения всякое желание бунтовать и разбойничать. И госпожа Цзин пошла на перемирие с императором. По соглашению 1810 года, она переходила на сторону властей, а ее супруг получал синякуру в китайском правительстве. В результате договоренности каждый пират, решивший бросить свое ремесло, получал в собственность одного поросенка, бочонок вина и достаточную сумму денег для того, чтобы начать новую жизнь. Удалившись от пиратских дел, госпожа Цзин, которая снова стала называться Чжэн Ши, поселилась в Гуанчжоу, где содержала публичный дом и притон для азартных игр до самой смерти в возрасте 60 лет. Так было сломлено самое мощное в истории Китая пиратское движение. От флота, насчитывавшего сотни кораблей и десятки тысяч матросов, сохранились лишь жалкие остатки, которые, забившись в самые глухие углы, промышляли грабежом прибрежных деревень и мелкой контрабандой. Золото открыло двери там, где не смогла пройти сила. В ее честь создан персонаж влиятельный госпожи Цзин, один из девяти пиратских лордов в фильме Пираты Карибского моря.